Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Атака. Лёночный день! Всё подорожало. У нас это всё получается. Вкусно мы поели. Вот такая у нас интересная жизнь, Мерси. Привет, мои дорогие зрители. Вчера, когда возвращалась с набережной, я, наверное, минут 20 наблюдала за этой живностью. Гуси, утки, куропатки, чайки. Какая разница? И среди такого большого количества взрослых особей я заметила только три маленьких птенца. Как трудно выжить, да? Ведь их так много, ведь они плодятся каждый, постоянно. Но выживают в этой жизни единственные, как сказать, выживают лишь стойкие, которые верят в себя и борются за это место под солнцем. Видите, как они заявляют о правах на свою территорию? И сразу же я ставлю людей на их место. И мы похожи. Из такого количества живности только три птенца, где-то я там дальше увидела. А где все остальные? Они погибли, их съели. Поэтому, друзья мои, к чему я это все говорю? Не давайте себя в обиду и никого не обижайте. Творите добро, сейте добро. Оно вернется бумерангом. Вчера я опубликовала притчу в инстаграме и на всех моих каналах о двух волках. Притча «Два волка». Притча заключается в следующем. Я вам расскажу ее. На меня она так подействовала. Вот как раз я и увидела своих птенцов, своих единственных среди такого огромного количества живности. Давным-давно один индейец раскрыл истину своему внуку. В каждом человеке живет два волка. А внук его спросил. Это как это два волка? Это что такое? Что это значит, дедушка? Первое, волк, это зло. Все, что связано со злом, весь негатив. Жадность, обида, подлость, воровство, унижение, ненависть. А второй волк в человеке – это добро. Это мир, это любовь, это счастье. Это все хорошее, что связано с хорошими поступками. и внук его спросил, дедушка, а какой волк победит? И смотрите, самые ценные слова, которые я когда-то слышала. Победит тот волк, которого ты кормишь. поэтому, друзья мои, что подразумевается под этой истиной? то, что как мы относимся к окружающему миру, по-доброму или по-злому, то и будет у нас развиваться с мощной скоростью. Вот такая вот притча, очень хотелось с вами поделиться. Кстати, у нее 6-7, 7 птенцов. Вот и умничка. И вот папа, папаша, наверное, стоит. Так что, вон девочка тоже побежала, хлебушек хочет покормить их. Они как могут напасть и укусить. Будьте добрее, друзья, к миру, к окружающим людям. Не смотрите на каждого с высока. Видите как? Не смотрите с высока. Будьте попроще. Ведь вы не знаете, в какой ситуации вы сможете оказаться. Кто-то из вас сейчас богатый. И не дай Бог, конечно, но так может случиться, что вы потеряете это богатство. А бедный человек неожиданно может стать богатым. Поэтому мира всем и добра. Подумайте над моими словами. А я пошла. Гулять пошла я, дышать морским воздухом. Хотя сегодня прохладно еще. Вот на солнышке отлично, прямо так приятно. А в тени холодно. Я сама капюшон даже накинула. Хорошо, что надела теплую курточку. Всего вам доброго. Всем привет, друзья мои. Запахло весной. И я бегу на йогу к моим девочкам. Всем привет, мои дорогие. Сегодня у вас замечательная пришла йога. Это наш охранник. Три собаки были возле нас. Вот кто мимо проедет, пройдет. Они остро реагировали на все. Сейчас мы идем отпускать кораблики. Несмотря на то, что многие из вас смеются над этим действием, у нас это все получается. все техники работают. Так что, мои дорогие, это не только могут быть долги, это какие-то расходы на следующий месяц, которые мы хотим отпустить и с легкостью получить за это денежку. Так что вот, видите, какой у нас охранник. Мы туда направо, а ты как? Ты тоже с нами. Ты тоже с нами. Сейчас на этой пирсе отпустим. Погода замечательная. Лена, что ты сказала? Долги уходят? А ну скажи. Леночка! Лена, долги уходят? Да. Вот. У нее столько было долгов, все меньше и меньше стало. Где идет с нами? Да. Мой охранник. море сегодня. Смотрите, какое замечательное. Сейчас мы это все будем отпускать. Ну что, девочки, строимся? я отпускаю все свои долги. Я отпускаю все свои долги. Ой, все, смотри. как у вас хорошо. А у меня молодец, как у вас красиво. Наши расходы на следующий месяц. Мой перевернулся. У вас вообще такие красивые кораблики получились, девочки, а я тут изменила его, и поэтому у меня так. окно ничего. Транжирим бумагу для принтера. Доброе утро, мои дорогие зрители. Выглянула в окошко, а тут, смотрите, такая панорама. Парк наш красит, приводит в порядок. может новых игрушек добавит, каких-то аттракционов. Так что с наступлением весны здесь будет очень интересно нашим детишкам. И мне будет наблюдать, и вам есть, что будет показывать. Погода замечательная. Суббота, я побежала на набережную. Посмотрите, друзья мои, какие молодцы, какие молодцы. Какой красивый у нас будет парк. Аферин Ларашкин, да Ильма? И я сегодня, видите, кого разбудила. Моего Ашкина разбудила, как он не хотел, но я его разбудила. Мой золотой, мой любимый. спортсмен, по 3-4, по 5 раз сделаетесь. О, молодец. Етыр? Хватит, говорит. А я вот здесь стою. тинь, 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 тинь. Мы это сделали, Сашкэйма. Боже, как хорошо. Прошли 7 тысяч шагов. Это большой, хороший результат для него. Для моего любимого. Так как он вообще по утрам не встает. Да, мой зайчик, да. Пошли мы домой. Ну, завтра готовить. Он с голоду сейчас умрет. Не дай бог. Киса поймала ящерицу. Так классно играет с ней. Кушать не хочет, но играется. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.